Как часто к вам обращаются за помощью? За день к нам поступает столько просьб, что мы уже даже перестали обращать на это внимание. Сделай мне, пожалуйста, чай, подай эту штуку, передай за проезд, отдал же мне денег и так далее. Мы настолько привыкли делать друг для друга какие-то мелочи, что уже даже перестали ожидать за них благодарности. Взаимопомощь превратилась в рутину. Но в то же время мы очень настороженно себя ведем, если за помощью к нам обращаются незнакомые люди. Незнакомцам, которые на улице просят нас помочь небольшую сумму и денег, или одолжить на несколько минут мобильный телефон для того, чтобы позвонить родным, вряд ли приходится рассчитывать на адекватную реакцию, не говоря уже о помощи. Зачастую нас возмущает сам факт того, что к нам вообще посмели обратиться с просьбой. Многие говорят, мол, если просят на улице денег, значит алкаши и пропьют. Но откуда мы знаем? Неужели мы сами никогда не оказывались в ситуации, когда не хватает буквально мелочей для того, чтобы купить то, что необходимо? Или неужели никогда не садился телефон как раз тогда, когда срочно надо перезвонить? В Библии написано, собирайте себе сокровища не на земле, а на небе. Каждый раз, когда мы делаем какое-то хорошее дело, мы делаем взнос в нашу копилку на небесах. Вне зависимости от того, как нашей помощью распорядились и какую благодарность мы за это получили. Помните, что ни одно хорошее дело не останется незамеченным. Субтитры создавал DimaTorzok